Искалеченные судьбы, болезни и летальные исходы – все это итоги длительного употребления наркотических средств. Серьезная проблема современного общества требует комплексного решения. Для нас это одна из приоритетных направлений работы. Мы, скажем так, в среднем в год проводим порядка 170 мероприятий антинаркотической тематики, не считая массовых акций, только тренингов, обязательных учреждений. В последнее время мы еще стали активно работать не только с самими детьми, с подростками, но и с учителями, и с родителями стараемся выстраивать систему наиболее эффективного межведомственного взаимодействия в этой сфере. Употребление наркотических веществ наносит непоправимый вред здоровью, отмечают медики. При этом беда может прийти в любую семью, даже в самую благополучную. Все чаще закладчиками становятся подростки. Жажда легких денег зачастую приглушает здравый смысл. Ребята находят подработку в интернете. Когда приходит понимание, что это незаконно, бывает уже поздно. Запугивание, угроза от так называемых работодателей и, как следствие, статья Уголовного кодекса. Возраст молодых людей, употребляющих наркотики, он стремительно уменьшается. Все более и более молодые люди к этому приобщаются, к сожалению. Интернет-пространство заполнено предложениями о легком приобретении вот этих наркотических средств. В рамках заседания было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой Самарской области, Общественным советом при Главном управлении МВД России по Самарской области и Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики. Благодаря совместной работе можно не только предотвратить знакомство подростков с наркотиками, но и выявить уже имеющиеся проблемы. Я думаю, что это еще один шаг, который поможет нам активизировать еще больше эту работу. Это не начало работы. Я, к сожалению, уверен, что это не завершение. Делать это надо постоянно. И этой работой заниматься постоянно до, так сказать, ну, если не полного, то значительного искоренения всех тех проблем, о которых мы сегодня говорим. Эксперты советуют, для того, чтобы обезопасить детей, необходимо проверять информацию в их телефонах, а также тщательно мониторить интернет-странички, которыми пользуются подростки. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Григорий Плешаков.